Мы с тобой пришли на улицу Адмиральскую. К зданию бывшего штаба Черноморского флота, сейчас это музей судостроения и флота, знаменитая аллея адмиралов, которую сделали наши, так сказать, скульпторы. Мы сюда пришли с тобой поговорить о замечательном человеке, полном адмирале флота, который был военным губернатором Николаева в самое трудное для города время, которое сопрягается, наверное, только с сегодняшним временем. Григорий Иванович Бутакович. Он здесь губернаторствовал с 1856 по 1860 годы. Это самое сложное для Николаева время. У него такая интересная судьба. Весь род Бутаковых, все благосостояние, имение, потомственное дворянство, какие-то деньги там. Все это у них с первого поколения взято от флота. Прапрапрадед Григорий Иванович был, оказывается, в том первом эшелоне дворянских недорослей, который Петр I отправил за границу учиться. Но он был солдатским сыном Васькой Бутаковым, и поэтому он состоял, так сказать, в денщиках, в денщиках боярского сына Ивана Хрущева. И вот сюжет табачного капитана. Хрущев развлекается, солдатский сын Васьки Бутаков, ходит на занятия, занимается там картами, чертежами и так далее и тому подобное. Когда все возвращаются на родину, в Санкт-Петербург, бдительный Петр устраивает всем экзамены. Ну, соответственно, Бутакову отправляют шкипером во флот, в денщике ему дают, боярского сына Ивана Хрущева. Родился он 25 мая 1820 года в семье капитана первого ранга Ивана Андреевича Бутакова, героя многих сражений в русско-турецких войнах. И вот родился, когда ему исполнилось 11 лет, он был отдан гардемаринам в морской кадетский корпус. Благополучно его закончил, просто благополучно, а с отличием. И сразу был принят мичманом на селистрию, лаг-офицером к самому Гатилу Петровичу Ладареву. Он был очень просвещен и образован для своего возраста. И не просто так просвещен и образован. Еще он такой вот пытливый юноша, поэтому ему принадлежит очень много изобретений всяких разных. Ну, например, он придумал новый брашпель, который позволял общаться парусным судам в жесткий туман. В жесткий туман. Настолько это было все эффективно, что Ладарев распорядился наладить массовый выпуск этих сигнальных устройств в Николаеве. После того, как он отбыл свой цензовый срок флаг-офицером, его, опять же, Ладарев отправил делать описание берегов Черного моря. То есть подробную лоцию для военных кораблей. Он благополучно справился со всем этим. Он был издан, опять же, в Николаеве громадный адлас Черного моря со всеми лоссовенскими картами, с промерами глубин и так далее и тому подобное. Поскольку он служил в то время, когда только-только появлялся паровой флот, его назначили сначала командиром первого парохода «Дунай», а потом перевели командиром самого современного парохода, парохода фрегата «Владимир». Это было вообще чудо техники. Английские механизмы, английские механизмы, там, не знаю, там все эти синхронизаторы первые появились, так сказать, на этой паровой машине. И вот в этом качестве он встретил Крымскую войну. Григорий Иванович Бутаков провел первый в истории, как писали газеты, первый в истории христианской эры бой механических пароходов. То есть он встретил, во время патрулирования встретил турецкий пароход «Пехревазбах-Бахри». И он заметил, что у этого парохода нет вооружений на корме и на баге, то есть на носу, так сказать, и на корме. Вот он искусно маневрируя, он сначала повредил механизм этого парохода, то есть он просто не подставлялся, так сказать, под борт. Затем вышел на расстояние одного кабельного и смел почти всю команду, шарапнули в море, то есть турки спустили, так сказать, флаг, спустили флаг и сдались. Дальше началась осада Севастополя, и ему доверили командовать всеми, всем отрядом пароходов-фрегатов, который защищал город. Этот отряд провелся очень эффективно. Они не давали противнику формироваться в штурмовые колонны, расстреливали их. И в конце концов, когда все-таки все эти 90 вымпелов подошли к Севастополю, то есть вражеской эскадры, он получил приказ затопить все пароходы и вышел на берег. То есть вот в его семье, в его семье этот день, то есть день сдачи Севастополя, он считался семейным траурным праздником. Ну вот война закончилась, и его в чине уже контр-адмирала послали на берег. Куда? Николаев, военным губернатором, управляющим делами адмиралтейств. Вот так вот назывался тогда его пост. Самое тяжелое время для Николаева, не просто тяжелое, а аховое. Парижский трактат запрещал иметь Россию и Турцию. Боевой флот и строить военные корабли, только, так сказать, патрульные, какие-то там суда, береговой обороны. Николаев остался без работы, без заказов, потому что все здесь привыкли получать, так сказать, из Санкт-Петербурга контракты. То есть здесь вертелось до 9 миллионов рублей разных заказов. Город остался без работы, без работы подвоз, продовольствие прекратился. Город утратил сразу 27 тысяч человек. То есть купцы, мещане, мастеровые, ремесленники, они массово уезжали отсюда. В городе тотальная преступность. Людей грабили, убивали не только там на каких-то там слободках, ну, среди бела дня, но и в центральных околодках тут вот, так сказать, на центральных улицах. Вот все это Бутаков застал, он не опустил руки, не опустил руки. Он стал тут намодить порядок, намодить порядок. Во-первых, он сразу понял, что без торговли, без развития местной промышленности город просто умрет. Поэтому он связался со своим товарищем, другом, Николаем Андреевичем Аркасом, будущим губернатором Николаевым. Будущим в свете императора Александра II, коллеги-адъютанта, он стал лоббировать организацию первой частной торговой пароходной компании. Русское общество парохода и торговли, РАПИД, так называемый. В обществе было 17 пароходов, было 14 причалов, а Бутаков, как это, распорядился, чтобы все ремонтные мощности были отданы этому обществу. И постепенно, постепенно, постепенно колесо провернулось. То есть, благодаря этому обществу в Николае появилось 1150 новых рабочих мест. Ну, плюс ко всему, Бутаков вообще сделал невозможное, какая-то мистика. Он какими-то путями, там, через Сенат, через Государственный Совет, то есть, вышел непосредственно на императора Александра II и заставил изменить для евреев границу черты оседлости. То есть, они стали возвращаться в город. Возвращались в город, возвращались торговцы, мастеровые, ремесленники, какие-то кустари. В городе подкрывались трактиры, рестораны, аптеки. Когда речь зашла об открытии Николаевского морского торгового порта, Бутаков это не успел сделать. По одной простой причине, что его, у него тут, его достали совсем не городские идола. А дело вот в чем. После Крымской войны, после Крымской войны, в Николаеве скопилось безумное количество армейского имущества, которое должно было идти в Крым, в действующую армию. На этих складах, в этих магазинах, 1072 пункта номенклатурных изделий, всяких разных. И вот в Питере посмотрели на все это так, посмотрели пристально на Николаев, ну, лежит имущество столько. И оттуда приехала аудиторская комиссия ревизовать эти склады во главе с князем Аболенским. Ну, вот эта вот эвизия, эта ревизия, она и погубила вот такого, собственно говоря. То есть чиновники, они придумали схему, элементарная схема, то есть сегодня вот теневым бартером никого не удивишь вообще. То есть это примитивно. А тогда это было пионерное изобретение, пионерное изобретение столичной бюрократии. Заключались контракты с купцами, с купцами фьючерские контракты, на, допустим, снабжение Балтийского флота мукой, взамен, так сказать, на, допустим, листовой металл. Или там еще на что-то там, и так далее, и тому подобное. Путаков на это все смотрел, смотрел. Потом, когда вот здесь такая вот купеческая фамилия знаменитая была, Киреевский, когда купец Киреевский, так сказать, взял 16 тысяч пудов металла в обмен на подставку муки в следующем календарном году Балтийского флота, он взял просто его и посадил на Гауптвахту. Арестовал и посадил. И сказал, будешь сидеть до тех пор, пока не предоставишь муку. Купец сидит из Одессы на карантинную таможню в Варваровку. Прибыл караван с мукой, эти обузы. Балтийский флота не успокоился, он взял, ткнул в первый мешок, все зафиксировано в протоколах, приказал высыпать. Ну, высыпали, там песок речной. Тогда он велел арестовать самого главного аудитора, генерал, ой, вернее, контр-адмирала Швенгенера был такой. Сидят оба этих персонажа на Гауптвахте, на Гауптвахте. И тут, естественно, в Петербурге зашевелились. От великого князя Константина, это дядя Александра Второго, пришло тут жесткое письмо к Батакову, чтобы он прекратил вмешиваться в работу комиссии. Немедленно. А поскольку Константин занимал должность генерала-адмирала, то есть он был непосредственным начальником Батакова, Батаков, естественно, обиделся. Обиделся, написал ему ответное жесткое письмо и, так сказать, попросил его отставить отдел. Ну, отставить отдел не получилось. Не получилось, то есть тут вмешался сам Александр Второй. Его отправили в Питер, на Балтийское море. У него там тоже была замечательная карьера. Он командовал отрядом винтовых кораблей, потом командовал практически броненосной эскадрой всего Балтийского флота, то есть 28 судов броненосных. Потом он некоторое время заведовал юридической частью артистского флота. И под занавистью своего карьеры он стал полным адмиралом и главным начальником Санкт-Петербургского морского порта. Но поскольку это Белая Ворона, то есть на флоте воровали везде и всегда, поскольку он был Белой Вороной, он и там, так сказать, душил всех, кто протягивал руки к государеву добру, к ворскому. И опять же вмешались придворные круги, и его просто-напросто сначала отставили, отдел. Он уехал в свое имение в Финляндию, где стал заниматься переводом различных научных статей с английского. А потом его, так сказать, засунули в нафталиновый сундук. Так называли Государственный совет. То есть совет с совещательным голосом, так сказать, который ничего не решает. Но это было очень почетно. И вот-вот, так сказать, он стал членом Государственного совета, куда входили самые высокие сановники империи, отставленные. Естественно, он, ну вот как любой человек, который привык находиться вот в ритме практической работы, непрерывной практической работы. Этот биоритм у него пропал, пропал, он стал охереть. И 12 декабря 1882 года он поплыл на ялике к какому-то кораблю, простудился, заболел и умер. Похоронен на Никольском кладбище в Санкт-Петербурге. Вот такой вот замечательный человек был в нашем городе. Санкт-Петербурге